С вами Денис Фокс и сегодня у нас обзор китайской копии iPhone 5 на процессоре MTK6589. Копия очень стоящая, стоит 200 долларов. Выполнены из стекла, из алюминия, соблюны все пропорции. Кабель lighting оригинальный подходит, наушники снизу jack, экран IPS очень хороший. Не ретина, но IPS очень хороший, углы обзора, всё отлично. Сейчас мы поговорим про этот телефон, посмотрим бенчмарки и сравним его с оригиналом. Телефон покупался за 200 долларов, но он стоит, потому что он весь алюминиевый, со стеклом. От оригинала не отличить, даже прошивка слизана с 6 iOS. Сейчас посмотрим результаты бенчмарков, если это кому-то интересно, поскольку здесь Android. Неномарк у нас 26 фпс, довольно плохой результат, но это не телефон для игр, это больше для понтов. Антута бенчмарк 4, 7600. Так, и сейчас мы посмотрим, сколько здесь multi-touch. Два, три, три касания. Или сколько? 4, 5. Пять касаний у нас. Пять касаний. Шестое. Ну, пять касаний это очень хорошо, даже на таб третьем, на третьем табе всего два касания. Вот он телефон по сравнению с оригинальным пятым айфоном. Черный у нас в оригинальный пятый айфон, слева нет. Вот они по толщине. Все кнопки, все соблюдены, все пропорции идеально. Сверху. Слот для сим-карты здесь немного другой. В оригинале он nano-sim, в этом он micro-sim. Низ все абсолютно одинаковое. Тот же lighting, он подходит и от оригинала сюда, и от этого к оригиналу. Зад, тоже один в один. На белом пленке еще вспышка, все идеально соблюдено. Экраны. Ну, понятно, здесь у нас обновление iOS 7.04 появилось. Экраны у нас здесь одинаковые по размеру. Понятно, разрешение на айфоне больше, и iOS 7 тем более. Но все летает и тут, и тут. Очень все быстро. Сравним, что у нас здесь за игра, которая здесь есть. Angry Birds. Сейчас ее быстро скачаем. Пока еще поговорим про этот телефон. Телефон стоящий, очень хороший, он не глючит. Он на андроиде 4.2.2. Работает отлично. С оболочкой вот от айфона. Работает очень хорошо, мне он понравился. Не знаю, я думаю, я бы себе купил. Если у меня не было бы денег на оригинал, я бы этот сделал. Он стоит этих денег, потому что он выглядит отлично. Из благородных материалов, алюминий. Не отличить от оригинала. Отличный телефон, что еще сказать про него. Камера. Сейчас мы сравним камеру. Приложение что-то не хочет скачиваться. Вот камера. Фокусировка, автофокусировка и там, и там есть. Панорама. У нас даже панорама здесь есть в китайской копии. Фотки получаются отличные. Видео похуже немного. Интерфейс звонков, все слизано с оригинала. Правильно, с iOS 6. Телефон отлично ловит. Он на верлок. Вот эта модель имеет 64 гигабайта памяти. Вот эта копия за 200 долларов всего лишь. Они все возможны их заполнить. У нас здесь вместо App Store у нас выходит Play Market. У нас доступ к миллионам приложений для Android. Android, который мы можем на него закачать. Сейчас, допустим, Templarun 2 сравним с оригиналом. Templarun 2. Отлично все работает. Я говорю, не отличить его внешне. Сейчас появилась новая копия с прошивкой iOS 7. Копия. Но она в этом телефоне тоже скоро появится как обновление. И уже на этом телефоне будет iOS 7. Ее вообще никак не отличишь, поскольку это уже стало маинстримом, крутой фишкой иметь iOS 7. Пока он загружается, что мы сейчас поговорим? Звук. Ну да, звук не очень. Сейчас я вам покажу звук. Здесь китайцы какую-то музыку мне закинули. Ох, красота. Вот холодный звук. Ты поешь. Ну, более-менее. Главное, что он басов не очень. А так хороший. То есть у нас где-то был Gangnam Style, я помню. Вот он. Просто не хватает басов. Так, как-то отключить. Все. Приложение видео также скопировано. Мы его открываем. Здесь у нас какие-то клипы тоже китайские. Вот какой-то клип. Начать сначала. Экран Full HD в расстройстве вводит. Ужас. Да, хороший, стоящий телефон. Как я уже говорил, я бы с ним ходил. Сейчас мы посмотрим второй темп ларан. Установка. Сейчас я пока закрою все из многозадачности. Так. Сейчас. Хотел сделать отдельный обзор телефона и обзор сравнения с пятым оригинальным. Ну, решил все вместе сделать уже. Будет интересней посмотреть о них рядом. Вот толщина, все один в один. Вот они. Вот так. Сейчас фокусируюсь еще. Качелька громкости. Все работает. Я доволен этого телефона. Остался на все сто. За эти деньги получить тоже пятый iPhone. Просто операционная система у меня будет от Android. И каких-то пару секунд задержки. Вот. Вот сейчас мы проверим. Максимальный я и включил. Одинаково. Звук мы уберем. Нам сейчас не нужно. Ну, пятый iPhone включился быстрее. Это понятно. Давай за него 500 евро. За то, что он включился на 5 секунд быстрее. Кому-то не стоит. Кому-то стоит. Этот еще думает. Так. Ну, давай, дружище. Ну, вот он так же включился. И никаких подвисаний, ничего не будет. Вот. Все один в один на том же уровне. И разница у нас 300 долларов. Мне что-то на пятом iPhone глюк. Видели? Не было этой нитки. Что-то мне пятый оригинальный iPhone лагает в этой игре. Не понимаю. Не много. Ну, вы все поняли. Телефон очень хороший. За эти деньги вы ничего лучшее не найдете. Копии. Можно на нем в любые видео, любые игры. Dead Reager у меня здесь был. Я его просто удалил. Все работает. Вспышка. Сейчас я ее включу. Любое приложение из Android доступно. Все доступно. Телефон покупался за 200 долларов. Телефон этих денег стоит. Покупайте этот телефон. Будете... Он называется на процессоре. Он там MTK6589. Это самый мощный процессор. С вами был Денис Фокс. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Комментируйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.